привет youtube привет подписчики и гости моего канала в общем случилось у меня беда с моей роторной косилкой называется она вот так вот принципе все идентичные там то заряду еще как-то там называются у меня вот называется целина в общем треснула рама треснула рама вот таким вот обычным образом это уже второй раз первый раз она три года или четыре года назад вот здесь трескалась теперь также понадобится вот этим креплением в общем ставил я туда трубку будут откручиваем здесь у меня наваренные для завала травы вовнутрь вот такие такая арматура эта арматура десятка то есть здесь на край лыжи ну а здесь чуть-чуть вроде как в центр и также точно с той стороны отлично забирает и заваливает без них она просто здесь забивается по краям и все очень трудно волок этот собрать ну это так по простому все значит вставлял я трубку внутрь откручивал здесь здесь мы отпилим ставим сюда трубу для центровки все это дело подведем и еще раз ее заварим вот как-то так стоят сми сегменты стоят сегменты сегмент они были чуть-чуть длинные пришлось их подрезать для чего для того чтобы не цеплялись за края в общем не стала их разрезать пополам пускай будут так потому что знаете да когда одна сторона тупица меняешь диски местами и начинает работать другая сторона и соответственно заменим вот эту тряпуху на более такой жесткий брезент не знаю сейчас очень посмотрим такое чтобы она не забивалась вот этой фигней всей но и не было такой легкой потому что всякая летит и летит она сами знаете куда так здесь у меня приварены квадраты это здесь у меня стоят лыжи 100 ставится лыжи вы же кому интересно я покажу какие для чего для того чтобы косить ботву и бурьян по картошке по подгорнутой то есть спокойно ставишь лыжу выставляешь нужно вышину и диски работают по подгорнутому картофана в общем это еще все впереди а сейчас я завариваю это дело меняю эту тряпуху еще может быть расскажу про вот это свое устройство которое сделал давным-давно для чего его так сделал и кстати она же подойдет мне и на трактор вот этот шарнир как он работает все покажу расскажу но только надо сначала подлечить как-то так короче хоры ля-ля погнали делать так снял я значит вот эту трубку взял кусочек трубы примерно центр отметим подходящий по размеру сейчас его забиваем сколько мне надо здесь выстрелил отверстие чтобы прихватить сваркой чтобы когда забивать эту сторону она никуда не сдвинулась а потом просто говорю это для центровки как-то так в общем сейчас вставляю прихватывая вставляю вторую часть прижимаю стяжка есть лежит просто так обвяжу и стяну их до кучи и обварю так значит поставил стяну все осталось только обварить вот так вот стяжечкой стянул чтобы она стала так как надо все вывариваем мужики обварил со всех сторон за одну почистил помазал здесь маслом чтоб ножи от ржавчины все равно живее трава сырая вот но когда нибудь почистим покрасим в общем все сейчас ставим все на место и делаем защиту или покажу для чего я делал вот этого штукенцию так снял болты развинтил раскрутим в общем у такой шарнир у меня получается помазал потому что давно не раскручиваем такого вот плана для чего я его делал одевал вот сюда вот эту часть мотоблока на который торчит этот штырь для фиксации вот сюда его одевал и здесь нет фиксатора крутился так как надо когда ставил большие колеса чтобы вот этот держатель был повыше можно просверлиться вот и шплинтовать и а здесь обратно закручивал болты и у меня точнее не закручивал оставил сюда или сюда или я вот не помню куда конкретно ставил такие специальные вставки сейчас буду искать где они 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 сделают другие и у меня мотоблок косил на больших колесах то есть совсем другой угол будем так говорить это крепление повыше и вот эта ось она выходит на центр шкила то есть когда все это дело без вставок неудобно когда все это дело качается вот ремень постоянно стоит натянутый теперь я уже не кашу на мотоблоке на больших колесах опа можно вот эту часть вот эту трубу отрезать снова тут никаких проблем я в этом не вижу подрезать сварку здесь был такой-то раскос варены если чего его варю за назад но вот эта пластина вот сюда прикручиваю вставляю вставки напротив шкива притягиваю болтами снова и получается что у меня вот здесь подвижное соединение то есть на свой мини трактор я просто ставлю спереди сверху на раму отмечаю где мне прикрутить прикручиваю все у меня коса будет подниматься ну соответственно все это дело выставить и закрутить вот такая вот система впрочем сейчас попробую если найду где куда их засунул сам не знаю они сделаю новенькие и болтами стяну и прикину на тракторок если это эта штука будет мешаться а может и оставлю для мотоблока никаких проблем 4 болта скинул разобрал все это дело опять так скрутил и занимаемся на мотоблоке в общем универсальная коса сам не знал когда делал это все дело это обычная труба в ней кругляк по размеру без люфтов без ничего по принципу навеса вот таким вот образом все сейчас в общем сделаю покажу нашел и старые вставки в общем сделал новые из вот такого вот пальца с поршня вот распилил его под нужно мне вот так углом получилось две абсолютно одинаковые части чтобы выровнять вот эта вещь вот эти да точнее вы выровнять центр здесь становится вот так здесь зажимаем так и становится на центр на центр шкила при затяжке в общем сейчас ставлю еще один болт дистанцию набираю шайбами такую какую мне надо в общем чтобы настроить затягиваю и сейчас пригоню трактор на цеплю посмотрим примерно как это должно работать и выглядеть так вырезал знать ну такой вот кусок был парусин у меня толстенький на миллиметра 2 толщиной а то даже и и трой когда не миллиметра 2 вот такой пожестче уже кусок прямо таки вот вырезал по размеру его взял на болты все это дело обрезать не стал ничего не мешается не как вот в замену вот этой тряпухе такая печальненькая на вот камни как дадут хорошие хорошие до дырки пробивает вот вот как раз по центру ну там где ножи заворачивают то еще палка то ветка короче ненадежно это во первых ладенькая не будут всякие устюки вот эти вот встревать ну и соответственно отбивать будет замечательно все это шевелится как надо свободно сделал специально подальше вот как то так и так поставил значит поставил косилку примерно как она будет настоять но ее надо еще чуть-чуть сместить это мне надо отрезать вот эти уши так как здесь шкивок упирается это уже совсем другая история по установке это будет отдельное видео отдельное видео будут идея буду ставить шкив либо он будет у меня из рамы выходить где-то либо будет стоять выше то я уже там определюсь по место когда буду устанавливать положение я нашел она еще сместиться и точки сместиться ближе к раме так чтобы колесо не доставало до него и соответственно здесь вот это вот это расстояние она уменьшится станет это на край колеса мы здесь она короче станет симметрично ровно по центру трактора эта косилочка я думаю будет работать так подниматься будет и подъема и будет достаточно вот даже вот в таком положении так что никаких проблем в этом я не вижу все на этом наверно буду заканчивать это видос следующий будет уже по установке под рихтовали под шаманили показал я как это примерно будет выглядеть вот в общем кому понравилось знаете что делать кому не понравилось тоже знаете что делать пишите комментарии что еще он может нужно что-то доделать здесь не знаю то чего я даст может не увидел какие-то моменты поэтому всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся